Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня», ведущая в студии Ирина Чекунова. Сегодня наша очередная встреча в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». С начала года на территории Тверского региона произошло более 200 пьяных аварий. Число погибших и раненых в таких ДТП превысило три сотни человек. Как предотвратить беду? Какое наказание ждет тех, кто, рискуя своей жизнью и жизнями других людей, сел за руль в нетрезвом состоянии? Об этом и многом другом поговорим сегодня в программе «Тема дня» на радио Монте-Карло. Мой собеседник Игорь Николаевич Новожилов, заместитель начальника отдела управления ГИБДД УМВД России по Тверской области. Добрый день, Игорь Николаевич! Здравствуйте! Несколько слов об общей картине аварийности с участием нетрезвых водителей. Да, итак, по 11 месяцам текущего года на дорогах нашего Тверского региона зафиксировано у нас 265 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей с признаками опьянения, в которых погибли 46 человек и получили ранения 357 участников движения. Это очень большая цифра по сравнению с прошлыми годами, с предыдущим годом. Как выросла эта цифра или как она держится на том же уровне? Эти показатели выше аналогичного периода предыдущего года. На 14,2, 48,4, я подчеркиваю, практически на 50% количество погибших у нас возросло в этом году по сравнению с прошлым годом. Чем это связано? Да, сейчас закончу. И 19% у нас получили ранения. На 19% больше получили ранения. То есть тяжесть последствий увеличилась? Тяжесть последствий у нас увеличилась. Связано это прежде всего с тем, что водители, нарушая правила дорожного движения, садятся за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Хотел бы сказать, что наибольшее количество таких ДТП, как ежегодно, отмечается на территории нашего областного центра. Это Твери. В городе Твери, да. По итогам 11 месяцев зарегистрировано 44 таких ДТП, в которых у нас 4 человека погибло и 64 получили ранения. Что касается данных показателей, они тоже превышают прошлогоднее значение и оказались в росте на 4,8%, это общее количество ДТП, на 300% больше погибших возросло. Хоть и цифра небольшая, да, 4, но она больше на 300%, чем была. В прошлом году мы фиксировали одного погибшего на территории города. И 8,5% у нас получило ранения. Это больше ранений, чем в прошлом году. Второе и третье место здесь практически на равных разделяют у нас территория Ржевского района и Калининского района, где зафиксированы дорожно-транспортные происшествия с участием пьяных водителей. Я приведу пример. Это, соответственно, Калининский район. У нас 25 таких ДТП. Ну, Калининский район близко к Твери, поэтому, скорее всего, и характеризуется такой обстановкой. И 4 человека погибло, это на 33% больше, и 33 получили ранения. Но здесь уже 33 идет небольшой минус, минус 3% по сравнению с прошлым годом. В Оржевском районе, ну, это тоже, скорее всего, характерно. У нас это второй город по величине областного значения. Здесь зарегистрировано у нас 27 ДТП, плюс 35% к прошлому году, в которых 4 человека погибло. Тоже рост, обращаю внимание, состоял 300%. В прошлом году такие показатели были всего один человек погибший. И 34 получили ранения. Это плюс 10% по сравнению с прошлым годом. Это вот кратко о статистике с нетрезвыми водителями, что у нас творится на территории Тверского региона. Это уже мы говорим о свершившихся фактах. Но сколько сотрудники ГИБДД предотвратили эта профилактическая работа, эта работа по уже ставшим традиционным рейдам контроль трезвости? Да, по итогам 11 месяцев 2020 года сотрудниками госавтоинспекции, силами госавтоинспекции организовано и проведено 270 сплошных проверок водителей транспортных средств на предмет выявления признаков их нахождения в состоянии опьянения. Игорь, сразу несколько слов. Что это такое сплошная проверка? Сплошная проверка подразумевает полностью остановку транспорта на участке дороги. То есть инспектора встают на участок дороги и полностью останавливают весь транспорт. Каждый автомобиль. Каждый автомобиль. То есть 270 в области таких проверок проведено. В ходе их выявлено без малого 500 водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Хотелось бы сказать, если мы уже затрагиваем показатели прошлого года, этого года, то по сравнению с предыдущим годом, с 2019, данные показатели возросли на 30%. То есть больше водителей у нас стало управлять транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или наркотического. Сегодня наркотическое опьянение тоже очень важную роль играет. И оно более сложно доказуемо при надзоре за дорожным движением. Но со следующего года в рамках, как мы говорим, национального проекта у нас должны поступить приборы. И, как говорится, экспресс-тесты. Как на дороге алкогольное опьянение. Да-да-да, можно сразу же определить. Также и будет наркотическое опьянение. То есть специальные приборы. Проверили, употреблял наркотические вещества. Значит, ответственность. Или наркодиспансер, как говорят у нас на Королёва, посещение его. Вот удивительно, 500 водителей вы выявили. Это значит, вы предотвратили ещё несколько десятков, если не сотен, страшных аварий, которые могли произойти. Здесь, конечно, сложно сказать, да. Но, скорее всего, большие показатели аварийности здесь удалось нам спрофилактировать, как говорится. Поэтому пьянство за рулём и перевозка, особенно перевозка детей нетрезвым водителям, остаются у нас наиболее опасными социальными факторами. И всегда находятся в центре внимания как сотрудников госавтоинспекции, так и общественности. Вот вы говорили относительно наркотиков в организме человека. Сразу вот на ум приходит то резонансное ДТП на проспекте Победы, да, и пересечение Волоколамского проспекта. С участием Киа Стингера, да, Байрамов за рулём был. Ведь у него же обнаружено в крови наркотическое вещество, кокаин. И сколько там пострадавших и один погибших. Это в центре Твери. В центре Твери, действительно, да. Это вот мы говорим, к чему приводит. В светлое время суток произошло такое дороже транспортное происшествие. До настоящее время расследование, уголовное дело не завершено, судом не выдвинут обвинения. Вот пока мы все ждём. Вот вы сказали, что такие цифры привели, что всё-таки больше водителей стали употреблять алкоголь, принимать внутропсихотропные вещества, наркотические средства. С чем это связано? Что они по-вашему? Они что, привыкли к тому, что возможно такое наказание? Или это наказание уже не действует? Ведь это же и платить много, и лишение прав. Что это такое? По моему мнению, здесь уже люди социально себя деградировали. Если они уже с этим столкнулись, с нормальным поведением, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сели за рулём, они будут это повторять. И поэтому здесь та ответственность, которая сегодня у нас в Российской Федерации за управление транспортным средством, она, наверное, недостаточно. И требует здесь корректировок, вплоть до, наверное, изъятия автомобиля. Это единственный показатель, который, может быть, нас заставит участников дорожного движения, те, которые садятся за руль, впоследствии не садиться. По крайней мере, у них машины той, за которой они были пойманы или на которую совершили ДТП, они повторно за него не сядут. Но, наверное, такая статистика не только по Тверскому региону. Мы наблюдаем, наверное, рост пьяных ДТП, пьяной аварийности и по всей России. То есть это характерно вообще для различных регионов России? Действительно, это по всей России общая статистика у нас получается. Каждый четвертый погибший в России был в состоянии алкогольного опьянения. Эта статистика характерна не только для России, но и для нашего Тверского региона. У нас 46 человек погибло. То есть это каждая четвертая ДТП с пьяным водителем. Это угроза, как говорится, общественности, участникам дорожного движения. Ладно, если он сам куда-то въехал, но он же и других может покалечить. И жизни унести других участников дорожного движения. Это проблема уже глобального масштаба, общероссийская. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. В эфире программа «Тема дня». С вами Ирина Чекунова. А в гостях у меня Игорь Новожилов, заместитель начальника отдела управления ГИБДД УМВД России по Тверской области. Это наша очередная встреча в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сегодня говорим о так называемой пьяной аварийности. Игорь Николаевич, все ли районы Тверской области охватывают профилактический рейд контроль трезвости? Потому что мы сейчас сказали о областном центре, о Ржевском, о Калининском районе, о так называемой глубинке. Как там обстоят дела? Действительно, все 40 районов у нас охватываются профилактическими мероприятиями. Та пандемия, которая сегодня у нас имеет место быть на территории Российской Федерации, она также сказывается, к сожалению, на сотрудниках госавтоинспекции. Те рейды, которые были раньше, и объем тех рейдов стал у нас немного меньше. Потому что любой гражданин, так же как сотрудник госавтоинспекции, он может заболеть. И вот у нас количество рейдов становится чуть меньше. Но эта работа держится на контроле. У нас ежедневно мероприятия проводятся в каких-то районах по выявлению водителей, управляющих транспортным состоянием опьянения. Ну, основное, конечно, мы направление это делаем и рейды устраиваем, это пятница, суббота, воскресенье. Какие самые пьяные дни? Самые пьяные дни, хотя по статистике и в другие дни мы тоже видим большое количество ДТП с водителем, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения. Но здесь мы бьем на то, что у нас достаточно много граждан приезжает с других регионов для отдыха. Особенно сейчас приближаются новогодние праздники. И здесь наша работа тоже будет определенным образом скорректирована. В связи с чем, хотелось бы обратиться еще раз к участникам дорожного движения и посоветовать, подумайте, прежде чем сесть в состояние алкогольного опьянения за управление транспортным средством. Как водители сами реагируют на появление на дороге инспектора ДПС? Вот я много лет работаю уже в патрульной службе, мы часто, очень часто выезжали в такие рейды. И я была свидетелем того, что многие даже пытаются скрыться. Некоторые пытаются дать на руку, что называется, только бы не оформляли. Некоторые говорят, давайте, ребят, договоримся. Особенно это в таких небольших районах, где каждый друг друга знает, как работается. Здесь однозначно большую роль играет отработка полученной от населения информации о нарушении их правил дорожного движения. Ежедневно сотрудниками ДПС пресекаются нарушения правил дорожного движения, в том числе выявляются водители с признаками опьянения по информации, полученной от граждан. О недопустимости данное управление в нетрезвом состоянии участниками дорожного движения напоминают проводимые сотрудниками госавтоинспекции различные социально значимые акции и мероприятия. По итогам 11 месяцев на территории нашего Тверского региона таких акций проведено более 50. И мы этими акциями предлагаем гражданам своевременно обращать внимание на участников дорожного движения, соответственно, с которыми управляют транспортным средством состояния опьянения. Я знаю, что даже вот были звонки телефонные и часто встречаются, когда человек из окон своей квартиры видит, что во дворе нетрезвый садится, он только еще садится за руль, предположительно, человек сразу же должен, да, позвонить, по идее, просите вы его сразу позвонить, предотвратите запоминать номер машины, что за человек, да, там сидит, чтобы уже инспектор вовремя остановил и проверил. Конечно, и пользуясь случаем, госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения. Если вы стали свидетелем управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, либо лицо, управляющее транспортным средством, вызывает у вас подозрения, сообщите о данном факте ближайшему наряду ДПС или позвоните в полицию по телефону 02. Просто телефон 02, еще он палочка-выручалочка, а поэтому телефон уже соединят с кем надо, да? Соединят, соответственно, с тем отделом ГИБДД, который по зоне обслуживания подходит здесь, и наряд ДПС незамедлительно выдвинется для проверки состояния водителя. Игорь Николаевич, я предлагаю еще раз напомнить нашим радиослушателям об ответственности. Какая ответственность предусмотрена на сегодняшний день на территории России за управление машиной в нетрезвом виде? Правила дорожного движения запрещают управление транспортным средством в состоянии опьянения, как алкогольного, наркотического и т.п. За данное правонарушение предусмотрена административная и уголовная ответственность. При наличии у водителей признаков опьянения он отстраняется от управления автомобилем и направляется на медицинское свидетельствование. Водитель будет привлечен к ответственности, если будет доказано употребление им алкогольных, наркотических напитков, средств, психотропных веществ и т.д. Если действие водителя имеет признаки преступления, он автоматически будет признан лицом, находящим в состоянии опьянения, если откажется от прохождения метаосвидетельствования. То есть еще раз сделаем акцент на том, что отказ от прохождения медицинского освидетельствования равноселен состоянию опьянения. Совершенно верно. Административная ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения может быть привлечен к административной ответственности, предусматривающей лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет, а также штрафа в размере 30 тысяч рублей, часть 1 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях. Аналогичная ответственность предусматрена и за передачу управления автомобилем лицу, находящемуся в состоянии опьянения, часть 2 статьи 12.8, а также за отказ, о чем мы с вами говорили, от освидетельствования в состоянии опьянения, это часть 1 статьи 12.26 Кодекса об административном правонарушении. Когда человек уже несет уголовную ответственность, ведь часто люди, как мы уже сегодня в эфире говорили, пренебрегая всеми мерами безопасностями, что называется, наплевательски относясь ко всем остальным участникам дорожного движения, повторно садятся за автомобиль, за руль в нетрезвом состоянии, не будучи, например, уже лишенными прав. Водители, ранее подвергавшиеся административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполненное требование должностного лица о прохождении метаосвидетельствования на состояние опьянения, либо имеющие судимость за совершение преступления, предусмотренного частью 2, 4 или 6 статьи 264 Уголовного кодекса и 264 Прим. 1 могут привлескаться к уголовной ответственности, предусматривающей наложение штрафа в размере от 200 до 300 тысяч рублей или другими видами наказания, либо обязательным работами на срок до 480 часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет. И у нас уже есть такие примеры в области? Таких примеров достаточно много, но, как правило, судебные органы у нас назначают более мягкое наказание и ограничиваются исправительными работами. Но таких фактов достаточно много. К сожалению, я сегодня не взял статистические данные. Ну, понятно. Давайте мы как пример приведем что-нибудь из последних дней очередное пьяное ДТП. Очередное пьяное ДТП было 13 декабря в 17.40 на улице Маяковского, дом 31. Произошло ДТП. В ходе проверки нами установлено, что водитель, управляя автомобилем «Черри», на дороге с двухсторонним движением, имеющих три полосы для направления в каждую сторону, совершает выезд на полосу, предназначенную для встречного движения и допускает столкновение с автомобилем 2, в который движется с полуприцепом. То есть наша центральная улица, Маяковского, три полосы, он выезжает на встречку и сталкивается с другой автомобилем. В результате ДТП водитель, который выехал на встречную автомобиля «Черри», показывает положительный результат на состояние алкогольного опьянения. Вот мы на примере вот этой аварии, что можем сказать о состоянии, в котором находится человек, который выпил, он уже не реагирует на действительность, можем сказать так, если вот он выезжает на встречку и попадает во встречный автомобиль. Действительно. Один из самых коварных врагов водителя – это алкоголь. Нетрезвый водитель, он не только может не заметить других участников дорожного движения, потому что у него состояние уже не то, но и может действительно нанести большой ущерб окружающим участникам дорожного движения. Так вот хотелось бы сказать, что нетрезвому водителю кажется, что вот до пешехода осталось 30 метров. Хотя фактически расстояние уже здесь не превышает 15 метров. То есть он не может адекватно оценивать даже вот эту ситуацию с расстоянием. С расстоянием он не может адекватно оценивать. Считает, что он может нажать на педаль тормоза, а на самом деле он тормозит и уже опаздывает, и уже происходит дорожно-транспортное происшествие. Если сравнить качество вождения нетрезвого водителя и трезвого, то можно софиксировать следующие наиболее распространенные ошибки. Это резкие повороты рулевого колеса, грубое переключение передач, частые и неожиданные изменения скоростного движения, нарушение синхронности работы педалями подачи топлива, исцепления и многих других факторов. Поэтому здесь вот нужно подумать, прежде чем все-таки, еще раз повторюсь, есть транспортное средство в состоянии опьянения как алкогольного, так и наркотического. Это именно поэтому, вот сейчас вы перечислили, именно поэтому мы не устаем переповторять, что пьяное вождение сродни убийству на дороге, да? Это потенциально убийца, потому что по вине нетрезвого водителя могут пострадать другие люди и много людей. Действительно, водитель в состоянии алкогольного опьянения, он более опасен, чем при утомленном даже состоянии, когда водителю просто, ну, не доспал, хочется спать, да. Или даже взять болезненное состояние, если он с какой-то температурой там передвигается, а алкогольное опьянение гораздо опаснее. Это действует на мозг непосредственно. Вот по-вашему, какие, вот мы уже сказали, какие меры необходимы, наверное, для того, чтобы как-то прекратить это наступательное движение пьяных за рулем? Что еще вы планируете в целях профилактики сделать на дорогах? В целях профилактики однозначно нами будут проводиться дополнительные рейды. Здесь новогодние праздники нам покажут об этом в связи с тем, что водители у нас прибывает достаточно много граждан из других регионов. Тем более сегодня официальные мероприятия, как говорят, запрещены. Пандемия. Пандемия. Многие рестораны, бары и так далее будут в ограниченном доступе работать. Поэтому здесь большинство граждан будет проводить на дачных участках, у друзей. Мы к этому готовы. Максимально будем предусматривать количество нарядов дорожно-патрульной службы, которые будут отрабатывать не только, как мы уже говорили, областной центр Джевский и Калининский районы, где у нас наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий, но и отдаленные наши уголки Тверского региона. Деревни, где уже люди давно не видели нарядов полиции, но где мы не всегда сможем их охватить, эти деревни. Потому что у нас тоже, к сожалению, оптимизация службы госавтоинспекции сказалась и на статистических данных, и на управление транспортным средством водителем. Просто водитель уже знает о том, что здесь никогда не было нарядов. И смело едет. Смело едет. Поэтому еще раз прошу всех подумать, прежде чем сесть за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Какие дни новогодних праздников будет работать госавтоинспекция? Я понимаю, что она не прекращает работу ни на один день, но тем не менее усиление. Это прежде всего касается самой новогодней ночи. Это новогодняя ночь тоже повод для выхода на дорогу. Конечно, новогодняя ночь — повод для выхода на дорогу, потому что я сам буду 1 января нести службу с самого утра. И уже неоднократно это делал. В предыдущем году тоже нес службу на суточном дежурстве 1 января. И хочу сказать по своему опыту, у нас первые дорожно-транспортные происшествия, которые происходят, они происходят в состоянии опьянения. Наступает утро, 7 утра, водители едут, как говорится, до магазина за добавкой. Хотя в этот период еще и магазины-то не открылись. Ну, кроме круглосуточных. Просто напомню, ДТП 1 января прошлого года. Чуприяновка — водитель, употребив алкоголь новогоднюю ночь, показав, что ему этого мало, в 7 часов утра выдвигается за добавкой, как говорят, в магазин и въезжает в этот магазин. Приехал, называется, заводчик. Возвращает тяжелые ранения. Ну, помимо первой новогодней ночи, конечно, и другие праздники, и Рождество Христово, и между этими днями нами будут проведены дополнительные с усилением рейдовые мероприятия. Все, что связано с выходными, праздничными именно днями, потому что для некоторых это возможность выйти на природу, а для других лишний раз посидеть за столом, да, и выпить лишнего. Скажите, по-вашему, в чем причина, что говорят сами водители, почему они, вот даже, может быть, не праздничные дни, почему среди недели, надеясь на русский авось, или каким-то образом показалось мало, или, может быть, что-то в семье произошло, личная трагедия, в чем причина? Знаете, здесь разные причины, так сказать, конкретно об одной сложно, но назову несколько. Кто-то считает, что это нормально. Сесть в состояние алкогольного, я себя контролирую, я могу двигаться, поэтому спокойно еду. Кто-то осознанно садится, и куда-то ему необходимо, срочно надо. Кто-то думает о том, что его пронесет в данном случае. В хорошем смысле слова, не в том, да. В хорошем смысле слова. Поэтому здесь конкретно о какой-то одной причине сказать сложно. А есть люди, которым уже все равно оформляли их за управление транспортным средством, как я уже ранее говорю, уголовная ответственность уже, но им все равно. У нас есть по четыре раза оформлялись. И как бы уже это норма жизни для них стала, что ли. Получается встать с утра или вечером после употребления, поехать куда-то в состояние алкогольного опьянения. Вы говорили, что с нового года уже возможно поступление в наш регион тестов на проверку состояния наркотического опьянения. Да, в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения», национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» МВД России будет закуплены приборы, экспресс-тесты на наличие наркотического опьянения. Данные приборы позволят быстрее нам работать, как сотрудникам госавтоинспекции. Экспресс-тест сдал, если отрицательный, значит двигайся дальше. Потому что сегодня нам приходится отстранять, направлять на дополнительное медицинское обследование. Ну и водителям их время, те, кто уверен, что они не употребляли алкогольные, наркотические средства, они быстро могут дальше продолжить свой путь. Еще напомним нашим радиослушателям телефоны, по которым можно звонить, куда нужно обращаться в случае того, если вы увидели пьяного за рулем. Как я уже говорил, телефон у нас стандартный 02. Если, к сожалению, там какие-то возникли трудности при дозвоне на этот номер, 5804-00 – это наша дежурная группа управления ГИБДД, которая информацию о управлении транспортным средством водителем в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения передаст ближайшему наряду или в соответствующее подразделение госавтоинспекции. Игорь Николаевич, наш эфир подходит к концу. Мне бы хотелось, чтобы вы еще раз обратились к участникам дорожного движения о безопасности. Приближаются новогодние праздники. Пусть хоть Новый год, беда вас обойдет стороной. Уважаемые участники дорожного движения, прежде чем сесть за руль с управлением транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, убедитесь. Подумайте, о каких последствиях может к чему это привести. Ведь могут пострадать совершенно невинные люди, могут пострадать дети. Соблюдайте правила дорожного движения, не садитесь за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Я думаю, что к вашим пожеланиям прислушаются жители нашего Тверского региона. Напомню, что мы беседовали в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с Игорем Николаевичем Новожиловым, заместителем начальника отдела УГИБДД УМВД России по Тверской области. Будьте здоровы и соблюдайте правила дорожного движения. До свидания. Движение. До свидания. Движение. До свидания.